Ом Ти Ви Юэй про Головне. Нефтебаза летит. Вот это вот дела. Вот так вот, ребят, бомбят. Вот нефтебаза горит прямо сейчас. Охереть. Еще и в МЭС как будто бы прилетел. Минувшей ночью жители Воронежской области, так называемой России, жаловались на взрывы и атаку беспилотников. Громко было в Анинском районе, где дрон атаковал местную нефтебазу. Россияне в сети делились кадрами, на которых на месте прилета виден пожар, а также слышно звук пролетающего беспилотника. Гауляйтер Воронежской области подтвердил атаку, однако выдал, что средства РЭБ якобы подавили дроны. Но один все же упал на территорию нефтебазы. В сети пишут, что пожар вспыхнул на нефтебазе общества с ограниченной ответственностью Анна Нефтепродукт в поселке городского типа Анна. Журнал Forbes составил рейтинг самых убыточных российских компаний. По итогам 2023 года суммарный убыток попавших в рейтинг вот этих самых компаний превысил 900 миллиардов рублей. И львиная доля суммарного убытка приходится на Газпром, хотя всего год назад он как раз возглавлял рейтинг самых прибыльных компаний по версии всего того же Forbes. И чистый убыток в 2023 году у Газпрома 583 миллиарда рублей. Как все это понимать, об этом мы поговорим с обозревателем-экономистом Максимом Блантом. Попробуйте, если это возможно, нам объяснить, как компания, которая, кажется, держалась российской экономикой, или хотя бы та, которая пыталась делать вид, что она не держится российской экономикой, сейчас возглавляет как раз рейтинг самых убыточных. Что произошло? Ну это не преувеличение. Действительно, Газпром был нашим всем. Помните, такая была реклама «Газпром наше все». И значительная часть бюджета российского держалась на Газпроме. Но не только. Экономика, которая держалась на Газпроме, не только за счет бюджетных поступлений и выплат. Дело в том, что система, выстраивавшаяся еще с советских времен, позволяла за счет высоких цен на газ в Европе компенсировать низкие цены на газ в России. Соответственно, лишившись европейского рынка, и компания, и российская экономика лишилась вот тех дотаций, которые позволяли пользоваться дешевым газом. А дешевый газ – это значит и дешевое электричество. Разворот на Лосток не компенсировал выпавшие убытки, потому что китайцы пользуются незавидным положением российской компании, российской экономикой и готовы покупать газ с существенной скидкой. В несколько раз дешевле европейских цен. Соответственно, тот убыток, который получил «Газпром» в 1923 году, говорит только о том, что поставки на внутренний российский рынок и в Китай глубоко убыточны для «Газпрома». Если смотреть на отдельно газовый бизнес, то он был убыточным больше, чем на триллион рублей. 580 с лишним миллиардов, которые вы назвали. Это с учетом той компенсации, которую компания получила за счет «Газпромнефти», за счет нефтяного бизнеса. Соответственно, это серьезная проблема, потому что в первом полугодии 2024 года тенденция продолжилась. По результатам первого полугодия «Газпром» опять показал за счет именно газового бизнеса колоссальный убыток, сопоставимый, кстати, теми, которые были по результатам прошлого года. Поэтому проблема системная. Правительство отчасти решает эту проблему, и в бюджете на трехлетку на следующую заложено снижение налоговой нагрузки на «Газпром». Дело в том, что когда в 1922 году, после начала войны, взлетели цены на энергоносители, в том числе на газ, а на газ цены, я напомню, начали расти еще осенью 1921 года, до войны, когда был энергетический кризис, европейская экономика выходила из пандемийного кризиса и просила чуть больше газа, а «Газпром» всячески кочевряжился, этот газ не давал. Цены тогда уже взлетели до 3000 долларов за 1000 кубометров. После войны очередной всплеск, поэтому «Газпром» получил колоссальные прибыли, но эти прибыли забрал и потратил немедленно на войну правительство в 1922 году. Тогда же, в 1922 году, правительство ввело дополнительное налогообложение на «Газпром», и, собственно, те убытки, которые в 1923 году и в начале 1924 года Дума до сих пор показывает компания, это убытки с учетом дополнительных налогов, которые взимает российское правительство. Соответственно, «Газпром» предложил уже с начала 1925 года эту дополнительную налоговую нагрузку с него снять. Собственно, для правительства это неприятная новость, потому что налоги-то получать хочется и каким-то образом решать эту проблему НАТО. Но поскольку «Газпром» — это квази-государственная компания, все понимают, что это компания, которая рухнуть не может, то между государственным кошельком и кошельком «Газпрома» разница невелика. Разница заключается в том, кто будет формально занимать, чтобы погасить эти колоссальные убытки. Правительству в этом отношении занимать проще, потому что все-таки рейтинг у суверенных облигаций федерального займа выше. Но все равно придется занимать под те ставки, которые повысили центральный банк. Под более низкие ставки ни правительству, ни «Газпрома» занимать не получится. Поэтому я думаю, что в бюджете заложена такая компромиссная история. Частично налоговая нагрузка с «Газпрома» снимется, но не полностью. И «Газпром» продолжит оставаться убыточной компанией, продолжит компенсировать эти убытки за счет привлечения дополнительных заимствований. Долг компании из-за того, что ставки на рынке высокие будут расти, как снежный ком. То же самое в меньшей степени будет относиться к российскому правительству. Оно будет получать меньше нефтегазовых доходов и больше заимствовать. Заимствовать под те несусветные проценты, которые сейчас на рынке. Звучит впечатляюще. Вы опять же вспомнили про лозунг «Газпром – наше все». Я вспоминаю, что «Газпром – мечты сбываются» и «Газпром – национальное достояние». Как наше национальное достояние взаимодействует с китайскими друзьями? Потому что вы упомянули взаимодействие с Европой. Как с Китаем действительно ли получается наладить взаимовыгодное какое-то сотрудничество сейчас? И покрыть, может быть, этот самый рекордный убыток? Нет, нет. Сотрудничество взаимовыгодным назвать сможет только человек, не имеющий ушей или глаз, чтобы понимать то, что происходит. Проблема заключается в том, что та сила «Сибири-2», о которой так много говорили в российском правительстве и на разных международных встречах, уперлась в нежелании китайцев покупать газ сильно дороже, чем на внутреннем российском рынке. В принципе, эта проблема решаема. И проблема с убытками «Газпрома», и проблема с поставками газа в Китай решаема за счет девальвации. Если за юань будут давать не 13,5 рублей, как сейчас, а 26, то те юани, которые получает за газ «Газпром», они будут позволять компании извлекать прибыль. Но для этого нужно девальвировать рубль, надо понимать все последствия этого решения. В прошлом году, когда началась девальвация рубля, сначала Путин, а потом правительство и его администрация путинская устроили форму на истерику, правительство начало принимать экстренные меры. Сейчас, я напомню, уже за последний месяц, начиная с начала сентября, рубль тоже девальвируется, причем хорошими темпами, за месяц обесценился к юаню, к тому же на 10 с лишним процентов. Пока никакой истерики нет. Так что вот пока вот такой просматривается сценарий, как только рубль девальвируется до тех уровней, которые устроит «Газпром», и китайцы могут платить все равно в юанях, им все равно какой-то курс рубля. Вот тогда возобновятся, возможно, переговоры о второй ветке силы Сибири. До этого никаких, но опять же, да, еще один факт. Не следует забывать, что в России та же девальвация обусловлена и дефицитом валютного выручка. Поэтому недавно Миллер летал в Пекин и договорился о том, чтобы первая ветка силы Сибири была досрочно загружена на максимальные объемы прокачки, потому что стране нужна валютная выручка, и даже неважно, по какой цене продает «Газпром» этот газ, да, все равно валютная выручка сейчас важнее, чем там прибыли, убытки, лишний миллиард 2, 10, 50 рублей. Все делается так, как и запланировал Генеральный штаб, просто по плану, вот по графику. Французские истребители «Мираж», которые Париж, возможно, поставит Киеву, должны быть модифицированы для поражения наземных целей. Модернизация пройдет на французской авиабазе «Казов». Возможности работы данных истребителей вооружением воздух-поверхность будут расширены для использования целого арсенала американских авиабомб, которые Вашингтон уже направил на Украину. Не останавливается натовский конвейер войны по подготовке украинских боевиков. На этих кадрах испанский полигон в городке Толедо находится всего в часе езды от Мадрида. Сотни украинских головорезов готовят к боям с российской армией. Только в Испании обучили 4000 украинских солдат.